МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маленькой допомоги не бывает. Десятигадовому гордею Штермеру потребна дорогое лечения, объявленный сбор сродков. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Экономичная система Беларуси должна работать на безумовной забеспечении интересов людей. Это заявил сегодня керавник державы на нараде с керавництвом Совета Министров. Обмерковывались 7 проекта указов. Все Александр Лукашенко отправил на допрацовку. Пытания разные от гаранты для супрацовников предприемства банкрутов, перепрацовки друг сыровины, до развития электротранспорта и беспошлинного увоза товаров. По требованию президента все новые ведения повинны сделать життя беларусов больше комфортным. Особый акцент хотел бы сделать на вопросах, нерешенность которых люди непосредственно ощущают на себе. Прежде всего это касается гарантии прав работников на финансово несостоятельных предприятиях. Никаких компромиссов, конечно же, в таком случае быть не может. И вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть, никакого популизма здесь нет. Как некоторые могут, опять расчувствовавшись, заявлять в телеграм-каналах и прочее, что, мол, вот в канун выборов люди, люди. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства. Вся система и государство в целом имеют тогда только смысл, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеют. Говорили сегодня и об удосканалении системы держнагляду за станом сельхозтехники и обсталявания. Посыл заразумелый. Ставится до набытого за держпотрымка и биражлива. Безагаспадаршась приводится не только до надзвечайных здареньев, але и до звольненев из судов. Сегодня же представили документ, который должен повысить эффективность работы нотариусов. Обмерковали изменения норм беспошлинного увоза товаров для физических особ. Сегодня у Гомеля официально поведомили об открытии другого технопарка. По особенности, разговор идет о реализации буйного инновационного проекта, который финансуется с областного бюджета. О перевагах, что отримают резиденты нового технопарка, материал наших корреспондентов. Технопарк «Карал», именно так он называется официально, будет работать в составе свободной экономической зоны. Его созданием занимается государственное предприятие, агентство развития и соединение инвестиций. С этого дня и до конца Красивика тут ждут заяв потенциальных резидентов. После того, как экспертная комиссия сделает заключение об том, что представленный проект действительно, отвечая критериям инновационного, можно будет приступать к его практической реализации. При чем резиденты отримают не только льготы на аренду офисов и шерах податковых преференций, но и добрую материальную базу. Это специализированное оборудование, на котором можно делать различные изделия, в том числе и из металла. Кроме этого, будет лаборатория 3D-прототипирования и 3D-моделирования. То есть она будет оснащена 3D-сканером, 3D-принтером, 3D-ручками и специализированным программным обеспечением. И вот, либо это резидент технопарка, либо это человек, который занимается стартапом, он может реализовать свою идею с помощью этого оборудования. Приходит и определенное время этим оборудованием, этим офисным помещением пользуется. Поэтому и называется Центр коллективного пользования оборудованием. Проект «Технопарк Коралл» довольно масштабный. Зараз размовый идея об уведении двух первых пусковых чергов. В мае этого года открылся так званый «Центр коллективного пользования». На початку наступного – шастиповерховый будинок с офисными помешканьями, конференц и тренажерными залами. По словам архитекторов, яны имкнулися створить для резидентов максимально комфортные умовы. Некоторые тяжкости возникали в связи с тем, что приходилось переутворять былые вытворшие помешканья, а не с поставленными задачами справились. В новом технопарке узнайшли место навы для Центра по навучанию с ужасным лишбовым технологиям гомельских школьников. Это подрастающее поколение, которое развивается и которое нужно развивать. Поэтому в здании, которое сегодня перед нами, блок А, на первом этаже будут предусмотрены специальные зоны, где дети могут развиваться, с ними может происходить обучение. При этом, если у них возникают какие-то идеи, и идеи достаточно перспективные, то их здесь можно и реализовать. Генеральный подрядчик будовництва Гомельского технопарка «Каралл» открытое акционерное товариство «Гомель Промбуд». Огульный кошт двух пусковых комплексов – 12,5 миллионов рублей. Зараз освоено прикладное полово сродков. Хоть верьме вероятно, что выниковая сумма окажется меньшей. В усилякем выпадку уже сегодня будовники кажут об экономии. Идет параллельное проектирование, и удешевление происходит, в принципе, по мере работы. Определяется оборудование, которое по тендерам условно стоит одну стоимость, закупается гораздо дешевле, либо просто дешевле. Ну и сами материалы, которые используются здесь, материалы, которые идут на сети, а здесь очень много насыщенной сети, и видеонаблюдение, и система доступа, и серверная, то есть пожаробезопасность, пожарная охрана. Здесь очень много систем, кондиционирование. В процессе работы они тоже, ну, по факту, были удешевлены. Так получилось. Это хорошо. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». КДК Гомельской области выявил порушение при проведении проверки на молочной товарной ферме «Звонец», и она належит открытому акционерному товариству «Экспериментальная база ДОУСК». Высвятлилась, что на протягу опошних двух годов вытворчие показчики снижаются, что негативным чином отбивается на финансовой стабильности господарки. Как идут справы зараз, доведался Дмитрий Котов. Проблемы распространялись в 2017 году. Перш за все, это было вымолено частой изменой керевников. С того часу посаду директора займались шесть человек. Как выник отсутность полновартостного контроля за вытворчим процессом. Ситуацию погаршало кадровое питание. Господарцы не было квалификованных зоотехников и ветеринарных урачов. Все это привело до снижения эффективности працы. В минулом году объем вытворчасти молока упал большим вдвоем по равнанию с 2018. Все летоудой скоротился еще на 25%. От одной коровы отримливают за сутки коля трех литров. За ситуацией пильно сошить комитет державного контроля. Были установлены нарушения организационно-технологических требований при производстве молока на молочно-товарных комплексах промышленного типа. Также несоблюдение ветеринарных правил, санитарных норм. С этой целью были даны рекомендации данному хозяйству. Скажу, что на данном этапе ситуация, конечно, кардинально не изменилась в производственных показателях. Однако санитарное состояние поправили. Здесь наведен порядок. Проведены санитарные дни, проведены уборки производственных помещений, санитарно-бытовых помещений. Частиняно-прационные места – важный показчик. Это уже крок на шляху для выправления ситуации. Оптимизму дадает выражение кадровой проблемы у господарцы. Пришли молодые специалисты и новый, как отзнашают мясцовые улады, энергичный кировник. Усе мают добрые теоретичные веды и, что немаловажно, жадание працевать на огульный выник. Потихоньку налаживается и производство молока уже, как бы вот данный руководитель уже увеличил, где-то на 700 литров уже поднялось молоко. То есть темпы есть. Ситуацию все прекрасно видим. Я думаю, что потихоньку мы это хозяйство приведем в порядок, и оно станет на нормальное русло и будет функционировать так, как положено функционировать. Комитет державного контроля протягнет сошлись за ситуацией на открытом акционерном товаристве «Экспериментальная база ДОУСК». Кировничество предприятия должно не меньше, чем раз на месяц, докладывать о примаемых мерах. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель радиокомпания «Гомель», Рогачевский район. Уже два месяца белорусы живут в умовах новой системы оплаты працы. Можно делать первые выводы. На этом тыдне бюджетники Гомельской области могут поделиться своими меркованиями с наместником старшини регионального комитета держконтролю Оленой Коваленок. В пятницу она проведет промую телефонную линию по питаниях наличения и выплаты зарплаты в бюджетных организациях за люты. Телефонуйте 13-го Саковика с 14 до 16 годин по номеру телефона у Гомеля 23 83 78. А маль 9 тысяч белорусов вырешили дотерминово використать семейный капитал в этом году. В 95% выпадков сродки допомогут вырешить жилевые питания. Нагадаем, программу поддержки шмодетных семья у Беларуси продолжили еще на 5 годов. А кроме того, сумма наличения повеличилась до 22 с половой тысяч рублей. Больше стало и причин выдатковать эти сродки, не чекающие полнолетия детяти. От поляпшения жилевых умов и адукации до оплаты медицинских послуг. 10 годов и один из них в борьбе с редкой формой лейкемии. Гомельчанину Гордею Штырмеру потребна допомога. Хлопчик проходил химиотерапию у анкоцентры в Боровлянах, однако его хвороба дренна подается лечению. Намаганиями родных и знакомых он отримал запрошение у экспериментальную группу детячего шпиталя в Техасе. Доследование будет бесплатным, но родители должны унести депозит в 500 тысяч долларов за шпитализацию и мягчимые риски. Ранее родители оплачивали лечение самостоятельно, однако сейчас им пришлось брать кредиты, которых все равно не хватает на покрытие выдатков. За короткий час нужно собрать еще около 25 тысяч долларов. Как допомогать маленькому Гордею, а житоведь доброченный платеж можно как в установах банка, так и с допомогой послуги платеж по реквизитам в инфокиосках, интернет и мобильном банкингу. В Гомеле прайс-шоу Spring Fashion Day – организаторы мероприемства, присвеченного свято 8-го соковика, Палацево-парковый ансамбль и Центр моды и пригажостей «Хрустальная нимфа». Модный показ проходил в рамках выставочного проекта зоркий знакомитый в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. На фотосдымках сусветно-вядомые актеры, режиссеры и модели. Гомельские пригажения на этом фоне не разгубились. Вытонченные, грациозные и элегантные. Кожная постаралась, как гости отримали осолоду от фэшн-атмосферы. Усяго в показе были заденечены 40 моделей. Они представили новую коллекцию пригоживаний, гомельские салоны элегантного однения и весельной моды. Организовав этот показ именно к Дню женщин, таким образом мы хотели сказать, что каждая женщина – это звезда. Она неповторимая. Она самая лучшая для своего мужчины, для своих детей. Поэтому мы хотим, чтобы они были прекрасны не только раз в году, а постоянно получали комплименты. На дворе на этом тыдне будет переменливым – от дождливого до солнечного, теплого на протягубудни и довольно прохолодного на выходных. У авторок и сираду чекаются опадки. В ночи прогнозуется до 8, в день до 11 градусов тепла. Ясно и до 9 градусов будет учать сфер 12-го соковика. А в пятницу в большинстве регионов снова пройдут дождь. В субботу супок термометра опустится до 6 градусов в день. В вечере похолодает до плюс 2 махчим и мокрый снег. Это и другие новины. Информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Ограбил банк, чтобы расплатиться с кредитом. В Гомеле задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях на банковские отделения. Напомним, оба случая произошли в Гомельском районе. Первый и удачный для грабителя в поселке Большевик. Второй безрезультатный в агрогородке Бобовичи. Задержанный 24-летний гомельчанин, индивидуальный предприниматель. Ранее судим не был. Молодой человек сознался в совершении двух преступлений, рассказал все обстоятельства и причины своих действий. Похищенные деньги после разбойного нападения в Большевике были, по его версии, потрачены на погашение кредитов и на иные личные нужды. Пока эта информация проверяется, направлены необходимые запросы, тем не менее проведенными следственными действиями с 4 марта лицо было задержано в порядке ст. 108 Уголовного процессуального кодекса. 6 марта предъявлено обвинение по части 2 ст. 207 Уголовного кодекса. Это разбой, совершенный повторно. Избрана мера пресечения, которая санкционирована прокуратурой Гомельской области в виде заключения под стражей. На данный момент рассматривается версия наличия соучастников. В грабежах ведется поиск предмета, который использовался при разбойных нападениях под видом огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. По сведениям ГАИ, в выходные дни на территории Гомельской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди, в их числе один несовершеннолетний. 7 марта 27-летний водитель автомобиля «Ровер», двигаясь по улице Хатайича в Гомеле, совершил наезд на 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по переходу на зеленый сигнал светофора. С травмами мальчик доставлен в областную детскую больницу. Уважаемые взрослые, напомните своим детям об основных мерах поведения при переходе проезжей части дороги. Напомните им о том, что необходимо убеждаться в безопасности своего перехода, убеждаться в том, что водители заметили вас и пропускают. В минувшую субботу в законную силу вступило постановление суда о назначении гомельчанина штрафа в размере трех базовых величин за кражу оконных петель в одном из магазинов областного центра. Мужчина, не обделенный хозяйским взглядом, совершил мелкое хищение и попал в объективы камер видеонаблюдения. Охрана супермаркета заприметила недобросовестного покупателя и задержала его. Напомним, что всего система слежения зафиксировала две попытки кражи в торговом зале. В обоих случаях мужчина долго присматривался к товарам, складывал их в потребительскую корзину, заходил в мертвую зону обзора видеокамер и перекладывал содержимое в карманы. Так, во время своего последнего визита он положил в корзину моток изоленты, две упаковки мебельного уголка, оконные и накладные петли, а на кассе рассчитался совершенно за другой товар, только за трос. После этого к покупателю подошла охрана. Сотрудники попросили его показать содержимое карманов. Он, в принципе, прошел тем же самым путем, что и первый раз, и приехал в то же самое время практически, что и в первый раз, 8 числа. По камерам было видно, как он берет товар, ложит в корзинку, потом заходит в мертвую зону, выходит оттуда уже с пустой корзинкой. А это запись из подсобного помещения, в котором недобросовестному покупателю снова предложили вынуть из карманов неоплаченный товар. Беседа шла непросто даже в присутствии сотрудников департамента охраны. Только когда те сказали, что вынуждены будут собственноручно провести обыск, покупатель выложил все на стол. После этого мужчину отвезли в райотдел, где составили протокол. В какой момент у него был шанс, скажем так, отмотать обратно события? Ну, во-первых, не надо было совершать это мелкое хищение, это в первую очередь. И во-вторых, на просьбу охранника пройти на кассу и оплатить весь товар, и плюс товар, который он похитил 8 числа. И в принципе на этом бы все закончилось. То есть он оплатил похищенное, мы его отпускаем. Естественно, он был бы у нас на контроле, то есть прибыл, мы бы его все равно сопровождали, но работников в милиции мы бы не привлекали. МВД распространил ориентировку о краже с целью возможного выявления дополнительных эпизодов хищения. Все, кто располагает какой-либо полезной информацией, просьба сообщить об этом по номеру телефона прямой линии 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия поединкам против столичного строителя открыла серию домашних матчей четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по волейболу. Первую партию минчане оставили за собой. Гости еще на старте захватили лидерство и не отдали его до конца. 25-21. Вторая партия развивалась по другому сценарию. Уже энергетики контролировали ход поединка. Ситуация изменилась кардинально. Когда количество набранных каждой из команд очков перевалило за 20. В Эншпиле столичная дружина доминировала и оформила победу 25-23. Третий сет для подопечных Дмитрия Лихорада также начался за здравием. Преимущество доходило до 4 очков. Однако решающий отрезок партии вновь остался за минчанами 25-23. Итог 3-0. Победа строителя. Нам над уверенностью нужно прибавлять. Понятно, что перед нами стоит вице-чемпион, серебряный призер. Опытная команда, много ребят играют в национальной сборной. Вот в этом нам и надо прибавлять. Не бояться, уверенно вести. Мы ведем уверенно партию. Но вот этого момента психологического надо почувствовать, что с победы. Тогда будет все нормально. Домашняя серия продолжится в среду поединком против «Шахтера». В субботу игра с «Легионом». В новоиспеченной женской гонбольной париматч Суперлиги сыграны очередные поединки. Чемпионат страны и сменил название буквально на днях. Бенту Белас обыграл Березину 33-28. Городничанка сильнее Бенту 2 32-27. Гомель на домашнем паркете принимал Викторию Берестия. По ходу поединка у хозяек проблем не возникло. Выиграв первый тайм со счетом 22-9, во втором гомельчанки также оборотов не сбавили. Итоговая победа 38-16. Сейчас все мысли и тренерского штаба, и игроков Гомеля о предстоящем 18 марта домашнем поединке против главного конкурента Бенту Белас. В случае победы коллектив Томажа Чаттера практически обеспечит себе досрочное чемпионство. Готовимся на Бенту, поэтому сегодня вообще не играли никаких комбинаций, которые заготовим. Просто игра один на один, стяжка делать каждому игроку второй шанс за бросовку. Больше поработали по защите. Первый тайм был хороший, потом немножко упад в втором тайме, но собралися в защите. Не похоже, потому что тоже в них есть три нормальных игроков, которые хороше бросают по воротам. И поэтому сегодня была хорошая тренировка за Бенту Белас. Месяц назад в ряды Гомеля после декретного отпуска вернулась голкипер Валентина Войтулевич. Гонбалистка набирает былые игровые и функциональные кондиции и уже получила вызов на стартующий 20 марта учебно-тренировочный сбор национальной команды. В чемпионате страны по мини-футболу позади 18-й тур. В РЗ в Светлогорске обыграл ЦКК 5-1. У гостей дубль на счету Владислава Селюка. БЧ на домашнем паркете был сильнее Щучина – 10-1. Хитриком отметился Денис Гуменюк. По дублю записали в свой актив Денис Колп и Илья Казак. В турнирной таблице железнодорожники располагаются на второй строке. В РЗ замыкает квартет сильнейших. ЦКК на девятом месте. Лидирует Оршанский Витен. В Гомеле завершился открытый турнир по настольному теннису памяти Семена Хасина. На участие в состязании приняли более 120 спортсменов из Белоруссии и Литвы. Награды разыгрывали в двух возрастных категориях – 13-16 и 12 лет и моложе. Гомельчане без наград на домашнем турнире не остались. Девушки выиграли три медали. У Софи Сычева из золота Светлана Глидина стала второй, Алина Мельникова – третий. В состязаниях юношей – одна награда – бронза Алексея Кулагина. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok